Вышла статья. Его любили и уважали, а он оказался трусом. Пашаев и Добровинский в годовщину ДТП с Ефремовым подвели итоги процесса. О чём же тут говорится? Добровинский назвал своей заслугой то, что актёру не далось уйти от правосудия, несмотря на всю его известность. Богатые и знаменитые не откупятся, а адвокат Добровинский подвёл итоги суда над Михаилом Ефремовым. А вот бывший защитник Ефремова Эльман Пашаев считает, что он проделал хорошую работу, несмотря на то, что актёр получил довольно жёсткое наказание. Юрист говорит, что стыдиться ему нечего, и он максимально профессионально и достойно защищал актёра. При этом также негативно высказался о своём бывшем подзащитном. Это дело показало сущность Ефремова. Его лицо его любили и уважали, а он оказался трусом, вруном и подлецом. Никогда не забуду, как Ефремов умолял, не отказывайся от меня. Мы все всё узнали. Грязные игры бессовестного ничтожества, который не знает, что такое юриспруденция. Это он про Добровинского. Также адвокат обратился к Ефремову, пожелал ему оставаться мужчиной в любых ситуациях, а также высказался за пожизненное лишение прав для пьяных нарушителей. Вот такая статья. Я всё не читаю, просто выдержки. Сегодня как раз годовщина. 8 июня. Год назад было ДТП. На этом всё. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. И будете в курсе событий, которые происходят в нашей стране.